В День физкультурника в городе провели чемпионат области по авиамодельному спорту. Также в этот день прошли соревнования по воркауту, фестиваль ГТО и РДС. Молодежный центр объявил набор на новый учебный год. Среди направлений в этом году и уже знакомые, и несколько новых. В нашем городе появилась площадка для бесплатных занятий брейк-дансом. Азы уличного танца на центральном поле Икара будут преподавать по вечерам два дня в неделю. В Санкт-Петербурге прошел полумарафон «Северная столица». На нем выступила студентка с РФТИ Елизавета Ляпина. А незадолго до этого девушка приняла участие в забеге в Суздале. День физкультурника – это праздник не только тренеров и преподавателей физической культуры. У любителей активного образа жизни также есть повод для того, чтобы провести день в движении и отметить праздник по-спортивному. На стадионе Икар прошел Большой городской день физкультурника, на котором собрались команды от организаций, а также все желающие саровчане. Мероприятие открыло торжественное шествие спортсменов, участников соревнований. Также на открытии праздника за активное участие в спортивной жизни города благодарственными письмами наградили работников предприятия. А для поднятия боевого духа гостям представили зрелищный номер по фланкировке казачьей шашкой. Это праздник тех, кто ведет себя правильно, кто хочет насыщенную яркую жизнь, сохранить свое здоровье. В Сарове огромные спортивные традиции. Наши тренера в Испитале – большое количество чемпионов. И сейчас в честь нашего города предоставляют очень большое число соревнований, и они представляют его достойно. И это число растет. И мы этому рады. Мы понимаем, что спорт в Сарове – это главное. Спортивный праздник проходил сразу на нескольких площадках. На одной из них юноши испытывали свои силы. На последнем отборочном этапе турнира – атомный воркаут. Помимо классических подтягиваний, отжиманий на брусьях и силового двоеборья, любители спорта участвовали в спортивных конкурсах на призы атомного воркаута. В другой части стадиона участники Дня физкультурника сдавали нормы ГТО. А на футбольном поле в это время проходили традиционные ежегодные соревнования сотрудников НЕФ, РДС – «Резвый, дерзкий, спортивный». Здесь представлены почти все подразделения в НЕФ, очень много, крупные все подразделения представлены. И, конечно же, в этой общей борьбе рождается дружба, как бы странно это ни звучало, потому что именно командная борьба, именно интересные конкурсы несложные. Здесь нет ограничений по возрасту, нет ограничений по каким-то таким физическим показаниям. То есть тут не надо быть спортсменом, спортсменом. Как видите, шуточные достаточно конкурсы, веселые, необычные, интересные. На площадке 14 команд соревновались в семи конкурсах – «Лошадиная бега», «Большой мяч», «Веселая гусеница», «Запуск РДС», «Пирамида», «Акробат» и «Футбол». Забавные задания не оставили равнодушными участников спортивного праздника. Впечатление очень классное, мы прошли только половину из испытаний. У нас был бег на лошадях, якобы лошадях, также у нас была гусеница, и мы перекидывали большой мяч. Какие из этих соревнований больше всего запомнились? Запомнились больше всего на лошадях, потому что это было очень нелепо, но смешно. Фунтики из подразделения ТМФ участвовали в соревнованиях впервые. Успехи в конкурсах добавляли фунтикам, азарта и желание победить. Благодаря слаженной работе команда на каждом этапе показывала высокие результаты. Давно уже не собиралась, потому что летом все-таки сложно собрать людей, но сегодня, наконец-то, мы в полном составе участвуем, заряжу нас в отличные результаты. Мы готовы побеждать. ТМФ! По итогам РДС призеров наградили дипломами и призами. Все участники состязания также получили памятные подарки. Театральный клуб «Зеркало» и студия «Театралка». Клуб молодой семьи «Семья». Ивент-команда. В этом году давно работающие объединения молодежного центра открывают свои двери для новых участников. Кроме того, можно в новом учебном году присоединиться и к школе КВН. Это относительно новое объединение существует всего год, но за это время ребята уже успели провести несколько игр на городском уровне. Влиться в дружную команду веселых и находчивых могут саровчане от 14 до 35 лет. Нельзя научить чувство юмора, я считаю. Но вот на наших собраниях, на наших занятиях, можно назвать так, мы говорим про эту игру, мы говорим просто про юмор. Мы учимся юмором, учимся придумывать, мы учимся играть, мы организуем игры, мы организуем команды. Все, что связано с юмором, я не назову это узко КВН. Все, что связано с юмором, но и КВН в частности, мы стараемся изучить эту игру, научиться в нее играть, научиться шутить и придумывать шутки, вести себя на сцене. Педагог Игорь Буряков – КВНщик со стажем. Играть начал в 2009 году во время учебы в Томске. Играл за местную команду. С ней он дошел до первой лиги. Свой опыт Игорь теперь передает ученикам. У нас есть несколько команд. Есть одна большая сборная команда. Конечно, мы хотим больше, потому что КВН – это зависит все от команд. Чем больше команд, тем интереснее игры, тем интереснее нам всем. Поэтому мы ждем еще больше команд из разных направлений. Поэтому приходите обязательно. В этом году молодежный центр открывает несколько новых направлений, в том числе оздоровительные. Это «Плавни с мамой» и «Микс Дэнс» – студия современного танца. Занятия хореографией помогут развить пластику тела, координацию движений, улучшить осанку и чувство ритма, придать уверенности в себе и повысить самооценку. Программа обучения входит в занятия классической хореографии, также современные танцевальные направления, занятия бальными танцами, общая физическая подготовка. Ну, в общем, будем экспериментировать, ставить номера, потом попробуем выступать с этими номерами. В общем, думаю, будет весело. Хореографическая подготовка приветствуется, но это не обязательное условие. Главное – желание заниматься танцами. В студии будут рады и мальчикам, и девочкам от 12 лет. Научить танцевать можно любого абсолютно человека, было бы желание. Опыт работы у нас огромный, поэтому любой желающий может научиться абсолютно любым движениям, было бы желание. Ловкие движения, четкий ритм, динамика и драйв. Брейк-данс завораживает невероятной эмоциональностью и энергичностью. Этому направлению уличных танцев уже более 50 лет. Спортсмены, практикующие его, имеют отличную физическую форму, так как выполнение сложных акробатических движений требует особой подготовки. Антон Козлов увлекся брейк-дансом более 10 лет назад. Спустя годы интерес к такому зрелищному направлению уличных танцев у него стал только сильнее. Как ни странно, занимался боксом. У меня был тренер, который раньше занимался брейк-дансом, а потом занялся боксом. Вот, собственно, я провел интерес, записался, но здесь не было таких профессиональных преподавателей. Ребята занимались сами, то, что увидел там из интернета. И, соответственно, вот, уехал в Нижний учиться, там продолжил. Вернувшись в город, Антон решил развивать здесь это направление. А за брейк-дансом мужчина преподает как детям, так и взрослым. В начале лета Антон познакомился с региональным проектом «Улицы спорта – здоровая нация». Решил принять в нем участие и подал заявку. Ее быстро одобрили. Так в нашем городе появилась площадка для бесплатных занятий брейк-дансом, курировать которую будет Антон Козлов. Ну, я как бы на энтузиазме и любитель активности подал заявку. Он писал, что я могу быть вот куратором площадки брейк-данса. Вот. У них были такие, как бы, они искали кураторов площадок. Я подал как куратор площадки брейк-данса. Меня приняли, вот, соответственно, провожу. Теперь в рамках «Улицы спорта», в рамках этого проекта, вот, занятия бесплатные. Прийти на занятия могут как новички, так и те, кто уже знаком с этим танцем, пояснил Антон. Каждый может найти здесь что-то свое, потянет физическую форму, откроет для себя новое направление или усовершенствует старые навыки. Тренировки будут проходить два дня в неделю – в понедельник и в среду, с 19 до 21.00 до конца августа на центральном стадионе «Икар». Трейл-ранинг или просто трейл – спортивная дисциплина, которая подразумевает бег по природному рельефу, по холмам, горам или лесам. У студентки с РФТ Елизаветы Ляпиной уже был опыт таких забегов, но на дистанцию 34 километра спортсменка бежала в первый раз, и для девушки это стало настоящим вызовом. На трассе Елизавету ждали грязь, жара, броды и плохая разметка. Было на дистанции, конечно, очень тяжело, трудно, было очень жарко. Хоть и было много пунктов питания, но все равно не хватало. Эмоции прям зашкаливали через край. Атмосфера праздника была, люди прям были дружелюбные, подбадривали на протяжении всей дистанции. Заправляться едой и водой спортсменке тоже надо было оперативно, чтобы успеть к финишу. Елизавета успешно справилась со всеми трудностями, и на международном забеге в Суздале, РЖД Голден Ринг Ультра Трейл, Елизавета заняла второе место в своей возрастной категории. Бегуне не хватило буквально 30 секунд, чтобы подняться на верхнюю ступень педистала. В абсолютном зачете среди женщин Елизавета прибежала шестая. Я пробежала за 3 часа 14 минут 52 секунды. Мне немного стало плохо на дистанции, пришлось пойти пешком. Но я надеюсь, что в следующем году я смогу улучшить свой результат. Восстановление проходило хорошо, я сразу же приступила к тренировкам в легком темпе. Спустя две недели после трейла в Суздале, Елизавета уже бежала полумарафон в Санкт-Петербурге, Северная столица. Спортсменка выбрала для себя самый протяженный маршрут, более 20 километров, который проходил по центру города. В питерском забеге Елизавета Ляпина заняла 14 место среди женщин. Это хороший результат. Я смогла выбежать из полутора часов. Я пробежала за час 29 минут 21 секунду. Для меня это был очень хороший результат. Я очень довольна. Прибежала я в итоге 14, так как были очень сильные спортсмены. Осенью Елизавета примет участие в чемпионате и первенстве Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу, а также в спартакиаде среди вузов Нео-Мефи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»!